Всем привет, с вами Пиксел, и мы продолжаем играть игру под названием Зуба. Сегодня будем играть за жирафа прекрасного пеппера. Но перед этим немножечко обсудим, что у нас выйдет в Зубе за обновление в сентябре. Да, уже в сентябре у нас выйдет в обновление в Зубе, потому что... Ну, сейчас видите, в общем, на экране дорожную карту. Видите, четвертый квартал начинается. И после него идет сразу Зуба, второй день рождения, да? Или второй день рождения Зубы, кому как. В общем, в чем суть? Второй день рождения Зубы будет в октябре. Давайте возьмем отправную точку в середину октября. То есть, все, что между третьим и четвертым кварталом, так Q3, Q4, да, будем так называть, это все выйдет в сентябре. То есть, у нас скоро уже должно выйти, по идее, перебаланс атрибутов. Character, weapon, attribute, balance. Да, вот эта штука выйдет. То есть... Ну да, да, все правильно. Почему-то только тут написано character, значит и персонажи будут балансить. Потому что они могли просто написать, ну, атрибуты оружия перебалансированы, да? А тут написали характеристики и атрибуты оружия. Ну, короче, персонажи, атрибуты будут перебалансированы. Не знаю, что это значит, но... Надеюсь, хорошенько что-то там намутят. Прям именно хороших штук. Потом, после этого, выйдет новый персонаж. Скорее всего, где-то к третьей неделе сентября, я так думаю. Ну, посмотрим. Это же разработчики, когда захотят туда и выпускают. И потом, под конец сентября, возможно, в первую неделю октября выйдет изменение ивентов. То есть, вот так вот это нас ждет в сентябре. Ну, я, честно говоря, рад. Готовьте, как говорится, персонажей, которые умеют отталкивать. Потому что копья будут тащить скоро. Ну, об этом мы поговорим, когда выйдет обновление. Ну что, погнали за Пепера тащить. Правда, у нас еще легкие бои. Ну, давайте я быстренько минуту для вас пропущу буквально за одну секунду. Итак, ну что же, режим у нас поменялся. У нас теперь соло-стандарт. Ну, это получше, чем легкие бои хотя бы. Что будем брать на Пепера? Ну, вот я не знаю, реально. Урон вроде бы есть. Как он будет выживать против стандартных... Против... Сколько там? 20 человек вроде стандартных? Не, 20. Вроде как 20. Ну, не знаю. Возможно, стоит взять косточку и похилиться. Ну, блин. Давайте, ладно, попробуем разочек. В одном бою сыграть. Кстати, вроде начали нормально меняться. Ну-ка. Нет, не начали. Ошибся. Еще не пофиксили этот баг. Ну, будем ждать, чем патч. Надеюсь, пофиксят. Что ж, погнали в боец. Надо побеждать. И аппет рейтинг. Возможно, кстати, апп на 7200. Ну, я не знаю. Что-то, мне кажется, это будет слишком душно. За два дня сделать все. Ну, посмотрим, посмотрим. Так, вижу там снизу бота, но... Ой, ну, конечно, конечно. Да вы что ж... Сколько народу, офигеть. Еще и Генри здесь стоит. Странно очень повели... Повел себя Генри. Ну, и я тоже. Немножко мы его наказали. Кстати, мне почему-то граната взялась. Я ее вроде не брал. Генри, ты что, самый жесткий, да? Что-то убежал в этот раз, да? Испугался. Ну, кстати, видите, косточка все-таки решает. Все-таки неплохо помогает. Вот сейчас бы ее не было, были бы проблемы у меня. Потому что у меня было бы не полхп, а так у меня полхп и косточка есть все дела. Красота прям. Осталось еще одну аптечку найти. Можно, в принципе, уже ходить убивать всех противников, которые будут мне попадаться. Тем более у нас же жираф. Имба. Ну, имба, конечно, такая. Последняя. Ля какой, а? Думал, скроется от меня. Не на того напал. Точнее, не я на того напал. Так, там Дона. Надо бы ее, наверное, придушить. Да, она далеко слишком. Не получится. Не получится. Лев здесь что-то бегает. Ну, так сказать, ему не повезло, что я пришел к нему. Бывает, да. Бедный лев. О, бачок здесь бегает. Какой, девятого уровня жестко. Блин, забывай отменять активный навык. Ну, почти, почти. Не тот смайлик хотел нажать. Вообще, хотел лук нажать. Ну, да ладно. Лук не получилось нажать, зато получилось смайлик нажать. Ну, че, радужный жирафчик тащит. Как вам, а? Вот так вот. Вот такой вот я, ну, бас. Не провязал аптечку. Знаю, что не провязал. Как-то, знаете, вот обидно. Ситуация такая, что бах, кролик скиппи здесь оказался. Вроде бы, секунду назад там никого не было, а то бац, кролик скиппи. Неожиданно, не ожидал, честно говоря. Ну, этого не должно было быть. Не должно. Ну, это такая игра. Вроде все идеально, а потом бац, и из ниоткуда кролик скиппи. Надо было гранату туда закинуть, и тогда было бы сильно идти. Игнорирую я немножечко важный аспект игры. Который нужно не игнорировать, а наоборот. Им соответствовать. И так будет все норм. Ну, я из тебя, да. Вот если бы я просто закинул туда гранату, побахал с лука, типа, на верочку, да? Как же ник бесит? Ой, как же он бесит? Ну, что с ним не так, этим никсом? Капец, как ему так везет? Вот вы видите, ну, блин, ну, просто впред... Я же все сделал... Вот, мне слов нет, ну, просто слов нету. Ты стреляешь правильно, им пофиг, они все равно промахиваются. Точнее, у меня все равно промахиваются. Ой, не горю, ой, не горю. Два боя в никуда. Красота, красота. Не душно, ладно. Ну, конечно, он копье взял. Что же он еще мог взять, да? О, ничего себе, копье взял, молодец, пингвин. Хватит мне душить. Душинина какая-то... Невнятная. Так, ладно, в этот раз я точно выиграю. Ну, блин, просто... Ой, какой-то бред происходит. О, кстати, можно через окно в тальке дать. Отлично. Ну, что, все, сейчас растащим, короче. Надо играть просто на дальнюю дистанцию. На просторных расстояниях, и будет все красиво. А не вот, как я. Бегаю нигде, под домами, под всем этим, под кустами. Вот там вот. Сейчас мы будем красиво играть. Надеюсь. Ну да, правда, попасть, у кого попадешь. Смотрите, вот они убегают. Я их даже догнать не могу. О, чередной Али. Знаете, сколько этих Али я уже видел? В игре этой. Че он там стоит? Вот видите, вот прикол. Вроде бы, ты жираф, вроде бы жесткий, а попасть никого не может. Просто потому, что там Никс прыгает, пингвин скорость имеет высокую, и все такое. Капец просто. А че Брюсс рассчитывает? Не на че, понял. Так, ну, наверное, стоит позащищать его птечку немножко по времени. Какие-то бочки здесь стоят непонятные. Пока что постоим, наверное, здесь, потому что выбора сегодня нет, куда идти. Особо. О, Никс какой-то, офигеть. Просто стал и стоит. Так, ну мы сейчас Никс устроим немножко. Избучим. А в смысле у него два лего? Или мне показалось? Не, показалось. Мне показалось. Ну ладно. Блин, не могу попасть в Никса, офигеть. Кстати, не отменяется почему-то, пока я не... Опа, я только что баг, мне кажется, использовал. Я только что как-то нажал вот так вот, потом отменил, и смотрите, оно не отменяется. И у вас все равно максимальный обзор. Как вам баг, ребятки? И можно ходить. А? Как вам? Как вам баг? А? Че? Норм? Норм. Правда, оно отменяется, конечно, когда вы их перестаете использовать, но, блин, и это только по ходу работает с копьем. Потому что только что с гранатой, как видели, не сработало. Давайте опять копье нажал, отжал. Да, видите, сто процентов с копьем работает, как бы. Богаюзерство! Почему он так? Почему он останавливается? Там, где не надо останавливаться. А, все, жираф умер, отлично. Сейчас похилимся, короче, пока есть возможность, нужно хилиться. Потому что потом придется драться с никсом, это будет проблема. Мне только что обзор не величинал он. Надо бы поломать эти штуки. Ну, там еще один никс. Какое совпадение, да? Одни никсы. Удивительно. Удивительно невероятно. Они все равно душат меня. Пытаются, по крайней мере. Вот сик попадешь, они просто маневрируют. И попасть не могу. Но зато могу их закидывать гранатами, и будет норм. Ну, как бы вот. В итоге получилось все-таки победить. Ну, чисто со счет уровня, наверное, стащил. Ну, вот обидные были катки до этого. Просто так жестко душили. Ничего не мог сделать. Просто каждый выстрел промах. И все. Горица на жирафе тяжело играть. Надо привыкать просто к персонажам. Ну, вот этот баг с копьем, это, конечно, перебор, как по мне. Типа, ну, использовал луль. Активный навык, да. Потом ушел в копье. И потом все. И как бы у тебя остался обзор. Офигеть. Баланс. Ну, как бы вот. Видите, 100% работает баг. Офигеть. Офигеть. Нимба. Зачем здесь этот... Как его? Забыл. Первобытный инстинкт, если есть копье. Зачем, да? Так надо бы дать ботику все продамажить, чтобы... У меня хпшка ушла немножко. А тут хамелеон меня продамажил. Я понял. И сразу откуда ни возьмись, три противника взялись. Ну, конечно. Конечно. Вы... Вот, секунда. Вы видели, что произошло? Это просто... Это слов нету. Что за дичь? Приходишь, стоишь, бьешь бота. Никого нету. Бат! Три противника с трех сторон. Офигеть. Просто офигеть. Как не горит. Ой. Зуба, блин. Конечно, не их заберет. Кто же еще? Ну, ничего. Мы тоже сейчас заберем. То, что надо. И убьем Никса. А если он не успеет убить бота? Ты куда, Никс? Блин, не успел до него достать. Везучий. Не, ну, конечно, это был бред, как я там в прошлом бою. Блин, ну, только со мной могу такое случиться, наверное. Идешь, идешь, бац, никого нет. Такой стоишь. Оп, а с трех сторон начали душить. Офигеть. Бак, Генри. И кто-то там еще был. Ты что-то делаешь? Успокойся, Брюс. Какой-то не очень спокойный Брюс попался. Но зато спасибо ему за был золотую гранату. Ну, вот раз меня хотя бы не задушили, как в прошлом. Повезло. Надо почаще обзор делать. Кстати, давайте сейчас проверим, может с луком тоже так работает? Нет, с луком не работает, только с копьем этот баг работает. Ну, как бы да. Ну, как бы понимаете, да? Был баг. Чисто обзор дает преимущество. И все. Ну, как бы его нет смысла использовать особо. Потому что, ну... Ну, можно побегать, да, чуть-чуть обзора. Ну, в зубе такого времени прям нет особо большого, чтобы побегать. Ох, вот это обзор, вот это мне нравится. С золотым луком, блин, легендарный бы достать. А еще бы покачать на максимум пассивочку. Точнее, не пассивочку, а жирафчика. Посмотрите, максимальный жираф. Какая дальность там? Ух, кайф. На пол карты просто закидывает. Хамелеон тут 11-й был, с ним проблемы большие. Потому что у него легендарный дробовик. Если я его оставлю в живых, он мне потом шотнет. Ммм, блин, сложно так-то. Сложно. А вот и он. А нет, 12-й, да? 12-й, я ошибся. Это был не 11-й хамелеон. Это был 12-й хамелеон. Ну, вы видите? Вы видите точность попадания моих. Ой, как мне это бесит. Как меня это бесит просто невероятным образом. То, что я не могу просто взять и попасть. Обидно, обидно. Крайне обидно. Просто 12-й хамелеон бегает, и я в него попасть не могу. Баланс, баланс. Ну, опять же. Потому что скорости слишком много персонажа. Они ему еще активным этим... Переобытным с ним там дали скорость. Блин, еще не попал. Офигеть. Понимаете, вот у хамелеона и так скорости было, как не в себя. Да, да, они еще ему дали. Ну, а че? Очередной неадекват в бочке сидящей. А, ну, правда. Так. Кто же еще мог это быть? Вторую бочку, кстати, использовал. Ну, сейчас он... А хамелеону попал третью. Ё-моё, какие же они... У меня слов нет. А теперь они сейчас дарят хамелеону просто... Хилки. А вот че делать? А че мне делать с этим всем? Дона здесь... Ой, больное животное. Ну, блядь. У меня слов нет, ребят. Вы уж простите, но... Ну, просто больные животные. Ну, как это назвать? Ну, игнорят хамелеонов. Он просто стоит к ним в плитул, и они его игнорят. Офигеть. А меня зато все остается убить. Вот, слов нету. А еще в него никогда попасть не могу, потому что там... Просто нереально из-за его скорости. Ай, слов нету. Просто хамелеон. Задушил. Ну, вот, как бы... Жираф, да. Вроде бы, знаете, супер имбодальник, все дела, да. А по итогу получается, что ты... Просто от любого персонажа отлетаешь, потому что попасть в него не можешь, да, у кого динамика есть. И все, как бы... У хамелеона и инвизии есть, и динамика, и кик попадешь. То есть, ты вроде бы, может, прицелился луком, да, только хочешь выстрелить, он в этот момент микродвижение делает, и все, лук промахнулся. А в тебя зато это фигня не работает. То есть, в тебя микродвижения ничего не помогут. Тебя все равно попадут. Как-то это однобока смотрится. Ну, ладно, ребят, на этом закончим. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, подписывайтесь на свои комментарии. Не болейте, не скучайте. Да, жираф. Был им бой, остался им бой. В кавычках нет. Всем пока-пока.